Добрый день, товарищи! Времечко здесь и сейчас в прямом эфире. Каждый ребенок должен уметь плавать, и тут очень важный момент, кто научит ребенка плавать и в каких условиях. В цивилизации были придуманы бассейны, ну а вот нашему городу очень в последнее время не хватает как раз-таки бассейнов, тем более, что и плавательный сезон не очень длинный, и бассейн для того, чтобы учить ребенка плавать, да и взрослым понежить себя в воде, очень необходим. Много у нас в городе желающих плавать, повторюсь, ну и здорово, что, конечно, не только торговые центры сегодня строятся, но и есть вот такие люди сознательные, такие компании, которые стараются изменить качество нашей с вами жизни. Знакомьтесь, Егор Евгеньевич Янков, генеральный директор ООО «Плавательные бассейны», Виталий Эрикович Полищук, управляющий бассейном, ну и Дмитрий Васильевич Деревянко, консультант проекта, о котором мы сегодня будем говорить. Здравствуйте, уважаемые мужчины! Здравствуйте, телезрители! 3555-00, это прежний наш номер заветный. Открытие плавательного бассейна в центре нашего города, хорошая ли эта идея? Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы нашим гостям, если вас что-то интересует именно вот по теме плавания бассейнов, так мы сегодня обозначим. Ну, давайте начнем, наверное, с самого главного. Расскажите вот про свою идею и что вы планируете организовать в развлекательном комплексе «Бумеранг». И сразу же встречный еще вопрос, почему именно выбрана вот эта площадка? Ну, вообще, развлекательный комплекс «Бумеранг» – это, конечно, достаточно знаковое место для нашего города. Наверное, никто уже не представляет наш город без этого центра. И то, что он простаивает в самом центре, в самом сердце нашего города и никому не нужен, заброшен, это бросалось в глаза. И когда родилась идея строительства бассейна, мы обратили внимание на это здание, и так случилось, что параметры этого здания идеально подходят для нашего бассейна. После чего началась программа по проектной документации, по подбору оборудования того, которое встанет у нас в данном центре. И именно сложилось все и случилось так, что нам подошел «Бумеранг» идеально, ну и «Бумеранг», и мы подошли, и он нам подошел. Ну а архитектура вот этого здания, она как-то будет нарушена или, наоборот, поддержана? Будет ли вписываться вот это здание в тот район, который уже сложился там? Ну, конечно же, наверное, для наших жителей города он уже как-то, наверное, и перемазолился с одной стороны, и не выбивается из общей представления того, как должно выглядеть это место. Мы не планируем делать каких-то вызывающих конструкций, то есть он так и останется в тех, примерно в том облике, в котором он сейчас существует. То есть те цвета, синие, голубые, они так и будут нами поддержаны, потому что это цвет воды, цвет неба, опять же, но в рамках нашей концепции это все-таки вода больше. Поэтому мы приведем фасады нашего здания, помоем их, почистим, обновим, конечно же, дадим нашу вывеску, плавательные бассейны БВТ, и на этом дадим подсветку обязательно архитектурную. И на этом все, что касается фасадной части... Я добавил бы. Да. Но мы с фасада убираем вот это летнее кафе, которое закрывало значительную часть фасада, и переносим его на заднюю часть. Как раз там сейчас развивается очень красивый парк. Огромное спасибо руководителям города, что они вкладывают деньги именно в развитие парка. И мы решили, что раз уж у нас есть возможности, нам в наследство достается еще и ресторан «Бумеранг», мы проведем его реконструкцию, и вот на сегодняшний день мы заканчиваем уже строительство летнего кафе как раз со стороны парка. То есть мы его убираем с центрального фасада на заднюю часть, приглашаем жителей посетить его. Я думаю, там будет очень уютно всем отдыхать. И вот за счет этого фасад еще больше откроется, и он будет более приятно восприниматься со стороны Ленина. Ну а как соседство Гаштета еще там? Вообще, конечно, название Гаште с данной площадью не очень ассоциируется. Вернее, коррелируется. Поэтому мы изменим название, в дальнейшем скажем, как будет называться ресторан. Но ресторан у нас ориентирован будет, это не будет уже каким-то питейным заведением в прямом смысле этого слова. То есть это будет ресторан семейного отдыха. И семейный отдых у нас будет прослеживаться через всю идею нашего комплекса. То есть это вода, спорт, правильное питание, опять же. Потому что в концепции нашего бассейна присутствует и кафе, именно правильного спортивного питания. Но и сам ресторан, который нам достается тоже по наследству, он тоже будет придерживаться семейных, каких-то традиционных качеств. Ну то есть полностью такой комплекс семейного отдыха и проведения. Да, совершенно верно. 35-55-00, открытие плавательного бассейна в центре города. Хорошее лето и день. На несколько минут прервемся, затем вернемся в студию. Здание этого некогда популярного досугового центра пустовало порядка пяти лет. Весной у него сменился собственник. Ориентир нового владельца – здоровый образ жизни. Помещение бывшего бумеранга идеально подходит для открытия здесь бассейна. Зона воды расположится там, где раньше играли в боулинг. В нашем бассейне будет 12 дорожек длиной 25 метров. 8 дорожек будет для спортивного плавания, для общего плавания. И 4 дорожки для маленьких детей, беременных женщин, новорожденных детей. Температура в Малой Иване будет на 3-4 градуса выше общепринятых стандартов и будет составлять 30 градусов Цельсия. Зона воды будет соответствовать всем спортивным нормативам. Создатели проекта не исключают – здесь можно будет выращивать чемпионов. При этом идеология нового бассейна не связана с чистым спортом. Основная цель – уменьшить дефицит подобных объектов в Магнитогорске и сделать воду общедоступной. Что дает человеку плавание? Плавание дает практически все. И суставы рук, суставы ног, и голова, и позвоночник. Все должно быть хорошо развито, значит, все хорошо, правильно. При плавании. Только плавание все это дает вместе. Дизайн проекта реконструкции позволяет заглянуть в будущее. Бывший суши-бар «Пумеранга» станет машинным отделением бассейна. Партнером проекта выступает австрийская компания «БВТ». Ее аббревиатура расшифровывается и приводится как «Самые лучшие водные технологии». Чаша бассейна будет сделана из нержавеющей стали. Это гарантирует долговечность, красоту и безопасность. Качество воды будет соответствовать самым высоким мировым критериям – с минимальным наличием хлора. Рядом с бассейном будет ряд объектов и инфраструктуры. В новом плавательном бассейне функциональностью будет наполнен каждый уголок. Здесь расположатся кафе, и родители, сидя за столиками, смогут наблюдать за тем, как вместе с инструктором обучаются плаванию их дети. Руководство компании уже ведет переговоры с тренерским составом. Пользоваться новым бассейном смогут все категории населения. На выбор каждого будет представлен широкий спектр программ. При этом функционал бассейна – не только обучение плаванию, но и реабилитация после тяжелых травм, а также помощь людям с ограниченными возможностями, включая детей из ДЦП. У нас весь бассейн, он выполнен в одном уровне, поэтому проблем для попадания в зону воды для инвалидов не будет никакой. То оборудование, которое мы будем использовать, оно предполагает специальные калитки для прохождения инвалидов. В обязательном порядке у нас будет туалет для инвалидов, у нас будут специальные кабины и в женском, и в мужском. Сами бассейны будут оборудованы подъемниками для того, чтобы можно было человека опустить и комфортно вытащить из воды. В планах компании-владельца создать в Уральском федеральном округе сеть плавательных бассейнов. Проектная документация по работам в Магнитогорске уже прошла экспертизу, получено разрешение на реконструкцию здания. Оборудование по водоподготовке движется из Австрии в Россию. В ближайшие дни здесь начнутся строительные работы. Открытие обновленного комплекса запланировано на октябрь. Что же это за компания такая? Чем она занимается? Вообще компания БВТ это австрийский холдинг, который занимается оборудованием водоподготовки. Я бы, наверное, переадресовал этот вопрос Дмитрию Васильевичу. Это наш консультант, который расскажет более подробно. Более подробно. Так, начиная с воды, да? Да. Вода это основная составляющая? Я более 15 лет занимаюсь водно-развлекательными комплексами и всем, что связано с водой и бассейнами. И на сегодняшний день БВТ на самом деле является мировым лидером по производству полного цикла водоподготовки. Ту воду, которую они готовят, ее практически сложно сравнивать со всем остальным, то, что делается. Это лучшая вода. И для сравнения, чтобы понять уровень воды, которую они умеют готовить, на сегодняшний день компания БВТ практически полностью заменена и поставлена водоподготовка для всего фармкомплекса нашей страны. То есть практически все лекарства и инъекции делаются на воде, которую готовит компания БВТ для них. Или на оборудовании компании БВТ. То есть это будет установлена специальная такая оборудовка? То есть водоподготовка, которая будет использована в нашем бассейне, она позволяет значительно снизить содержание свободного хлора. Это значит, что у нас не будет раздражений на коже, у нас не будет красных глаз. Я скажу больше, что даже при входе в бассейн вы не будете чувствовать того запаха. Вы понимаете, когда вы заходите в бассейн, вы сразу понимаете, что вы пришли в бассейн. Вот те бассейны, которые уже выполнены вместе с компанией БВТ, они этого ощущения не дают. Ты заходишь, ощущаешь свежесть и не более того. То есть воздух абсолютно чистый, свободного хлора, минимальное содержание. Много ли таких бассейнов? Для этой компании это, конечно, не первый бассейн. Они в стране уже построили более 140 бассейнов. И наш бассейн будет одним из этих, которые несут высокое качество именно этой компании. Более того, компания БВТ доверила нам право первым в России использовать их название в нашем бассейне. То есть это гарантирует качество воды и вообще уровень обслуживания в этом бассейне. То есть название будет «Плавательный бассейн», «БВТ»? Бассейн так и будет называться «Плавательный бассейн», «БВТ». Прежде всего это определяет доверие этого мирового холдинга к той идее и к той программе, которую мы пытаемся воплотить. Ну и для нашего города. Да, безусловно. Но вообще «Магнитогорск» у нас же всегда был передовиком. Поэтому мы здесь в какой-то мере будем обгонять Челябинск даже. На сегодняшний день компанию БВТ можно видеть. Их реклама сейчас очень часто появляется в горнолыжных видах спорта. Они сделали очень серьезный шаг. Они перекрасили машину «Формулы-1» в розовый цвет. Они сейчас называются «Розовые пантеры». Вот на них тоже логотип БВТ. То есть это уровень очень высокий. То есть компания на самом деле мирового уровня. Достаточно серьезная компания. Вот упомянули и в сюжете вы говорили об этих чашах нержавеющих. Что это? Что за особенность такая? Эта чаша у нас нестандартная. То есть если во всех бассейнах это бетонная чаша, отделанная кафелем или покрытой какой-то пленкой, мы пошли другим путем. Он с одной стороны более затратный, но с другой стороны это опять же подтверждение какого-то качества и уровня бассейна. У нас чаши будут выполнены из нержавеющей стали. Более того, они комплектные. То есть их готовят специально для нашего бассейна. Это не какой-то унифицированный продукт. По размерам нашего бассейна их изготавливают. Да, индивидуально привозят и на месте уже монтируют. Это дает, безусловно, во-первых, визуальный эффект. То есть такой вау-эффект. Во-вторых, это качество самих стенок, их приятно касаться, в них приятно находиться. Ну и, безусловно, это безопасность. Потому что никакой отвалившийся кафель, никакой некачественный кафель, который может привести к порезу ребенка или взрослого человека, такого произойти в принципе не может. Потому что это нержавеющая сталь. Опять же, это поставки, это даже сталь нероссийская. Ее изготавливают в Германии. Из Германии ее к нам привозят. Ну и еще раз, чем все-таки этот бассейн будет отличаться от других бассейнов? Давайте я отвечу. Давайте, Дмитрий, отвечу. Ну самое главное, это, наверное, то, что концепция самого бассейна, она значительно отличается от всех остальных бассейнов. То есть, на сегодняшний день все бассейны в России сориентированы на обучение, скорее даже не на обучение, а на создание спортивной секции плавания, с начальным обучением и доводке ребенка до какого-то уровня спортивной готовности, да, или спортсмена. То у нас направленность несколько другая. То есть, мы изначально ориентируемся на то, чтобы максимальное количество людей научить правильно дышать и двигаться в воде. То есть, правильно ощущать себя в воде и избавиться от комплекса воды. Да, это вот многое. Причем для любого возраста. Вот те программы, которые мы готовим, я думаю, лучше Виталий ответит. Потому что наш... Ну, давайте начнем, потом... Да, программы, действительно, подошли мы к ним очень серьезно. Самая главная проблема — это вот освоить жизненно, вложить в людей. Первое — это чтобы люди у нас чувствовали себя в воде, как на земле. То есть, перестали бояться. Это жизненно важный фактор для каждого человека. То есть, вот самое главное — научить людей, максимально охватить количество людей, то есть, чтобы они умели плавать. То есть, как с детского возраста, дошкольный возраст, школьный возраст, так же и взрослые. То есть, на сегодняшний момент не все умеют плавать. Поэтому вот плавание, как бы оно, его можно рассматривать по нескольким, в общем-то... У вас как-то философия, да, плавание получается? Ну, есть спортивное плавание, есть оздоровительное плавание, есть лечебное плавание, есть как прикладное используется в профессиях. А вот есть обучение плаванию. Вот мы ставку сделали именно на это, обучение плаванию. В дальнейшем, конечно, появятся мотивации у людей, то есть, к здоровому образу жизни. То есть... Ну, что-то новое будете включать. Конечно. Да, то есть, человек может захотеть заниматься дальше, развиваться, он начинает... Более того, хочу добавить, что у нас обязательно будут и программы реабилитации больных, программы для малоподвижных групп населения. То есть, мы хотим охватить всех людей вне зависимости от их состояния и от их возможности к передвижению. То есть, программы будут разработаны для всех. И они, более того, уже разрабатываются и нашими специалистами, и нашим тренерским составом. Ну... Ну, вот здесь я добавлю, потому что, как раз создавая концепцию бассейна, мы приняли такую вещь, то есть, мы делаем две ванны. Две ванны с одной перегородкой, но разделенные по тепловому режиму. То есть, одна у нас ванна, кстати, единственная в городе, будет полноценная восьмидорожечная короткая вода, так называемая коротко-олимпийская вода, да? Восемь дорожек по 25 метров. И рядом у нас будет вторая ванна с более высоким температурным режимом, но она более мелкая, там, глубина будет от 0,8 до 1,2. Это вот как раз та ванна, которая позволяет заниматься с детьми от 5, там, допустим, до 7 лет, то есть, садиковского возраста, и позволяет работать, допустим, с детьми грудного возраста, то есть, практически, от рождения, да, где мама работает вместе с инструктором и с ребенком, и при этом, вот, можно оптимально подобрать глубину ванны, и им будет удобно там. Понятно. Вопрос вам, уважаемые телезрители, 35-55-00, открытие плавательного бассейна в центре нашего любимого города. Хороший лет и день. Ненадолго прервемся, с тем вернемся в студию прямого эфира. Магнитогорское «Времечка» здесь и сейчас в прямом эфире о радостном событии. Мы говорим сегодня о строительстве плавательного бассейна в городе Магнитогорске. Ну вот, мы остановились на той теме, что маленьких ребятишек с рождения будут обучать плаванию у вас, и мамочек. Сегодня это вообще тренд, да, чтобы детей прям с грудного возраста обучать плаванию. Что это за особая такая программа у вас будет? Да, в предварительном обсуждении было сказано, что у нас в бассейне имеются две чаши. Вот первая чаша, малышовая чаша, с мелкой глубиной и со своим температурным режимом, то есть она предназначена как раз у нас фактически для малышей и мам с рождения. То есть с месячных возрастов мама с малышом может прийти и получать фактические навыки не то что плавания, а развитие ребёнка может происходить уже в данной ванне гармонично, потому что мы все знаем, то есть маленькие дети рождаются у нас, выходят из водной среды, и они как никто очень легко и очень комфортно обучаются, обходят. И, собственно говоря, все массажные мероприятия, лечебные, какие-то отклонения, если у детей наблюдать, то это всё очень сопровождается, очень благотворно влияет на организм ребёночка. И закаливание, и массаж, то есть всё происходит одновременно. Поэтому здесь программы очень глубокие, подходы будут индивидуальные, потому что чем раньше, чем раньше начинается процесс, тем лучше. Это дошкольный период. Дошкольный период для малышей. Месячные возрасты, годовалые, двухгодовалые, трёхгодовалые до школы. Ну а, собственно говоря, взрослая ванна уже рассчитана на школьников, начиная с первого класса и заканчивая взрослым населением. График работы бассейна, он подразумевает с открытием самого раннего утра, я думаю, что вот без 15.06 у нас он будет открываться, до 11.00 вечера будет готов принимать все слои населения. Поэтому вот то, что мы открываемся сначала для фактически физкультурно-оздоровительного мероприятия начинаем, то есть это все, кто перед работой привык принимать вот эту нагрузочку. И плавно переходим, работаем со школами. Ну то есть весь выстроенный день так у вас будет? То есть мы выстраиваем, у нас работа будет построена таким образом, что конвейер своеобразный будет наблюдаться на ванне, то есть без перерыва. И, в общем-то, на сегодняшний момент уже много очень людей, с кем мы ведем диалог. Да, вот тренерский состав и людей, которые по этим программам будут работать. Вот это бы хотелось спросить. Да, ну тренерский состав для многих будет, конечно, приятно будет увидеть. И тех тренеров, которых они знают, я хочу сказать, что примут участие даже те тренера, которые стояли у истоков развития нашего плавания, и заканчивая молодыми специалистами, которые на сегодняшний момент выходят со стен вузов. Поэтому будет интересная работа построена. Мы планируем создать программу подготовки тренеров, именно по плаванию, тренеров по плаванию. Чтобы вот именно под вашим плаванием. Она подразумевает развитие тиражирования бассейна, и мы планируем, что мы сами себе будем готовить кадры именно по плаванию. Но вот все-таки еще раз хотелось бы спросить, не будет делаться все-таки ставка, да, выращивать олимпийских звездочек? Нет, почему? Дело в том, что что такое выращивание олимпийских звездочек, и как вообще формируется создание, допустим, спортсмена высокого уровня? Это все зависит от той базы, с которой начинается, да, и чем шире основание пирамиды, тем выше результат того спортсмена, который с этой пирамиды выходит вот именно на уровень олимпийского, там, олимпийский уровень спортсмена. Поэтому мы на сегодняшний день будем формировать именно нижнюю вот эту вот основу, да, этой пирамиды. А уже те ребята, которым это становится интересно, которые готовы расти как спортсмены, мы им будем уделять отдельное внимание, мы их будем специально готовить. Но вот здесь я бы хотел сказать немножко больше о том, что при посещении нашего бассейна, Виталик рассказывал о программах, а я бы сказал немножко больше о другом, что при том потоке, который мы планируем, мы планируем несколько менять, допустим, ощущения в самом бассейне. То есть, если с утра это, допустим, свободное плавание для тех, кто видит свой фитнес в виде плавания, да, днем это занятия в основном с ребятами, то вечернее плавание мы планируем там изменить освещение, изменить несколько подсветки, подсветить очень красиво воду, и тот же фитнес в вечернее время, он будет немножко по-другому восприниматься для тех, кто будет посещать нас в Бортии. – Здорово. Но все-таки не аквапарк, у вас не будет... – Нет, это не аквапарк, это именно плавание в его правильном понимании. Более того, я вам хочу сказать, что в нашем бассейне обязательно всегда будут присутствовать инструктора, которые вне зависимости от свободного плавания, обучения, то есть всегда будут присутствовать инструктора, которые будут следить за состоянием людей, которые находятся в воде. У нас в обязательном порядке всегда будет присутствовать медицинский персонал, которые всякие случаи бывают у нас в жизни, люди приходят с разным состоянием здоровья. То есть всегда будет медицина, всегда будут тренера, инструктора, которые в любой ситуации смогут помочь человеку, который, если уж это случится, человек не останется без внимания. Ну и еще раз, общий формат комплекса, что еще предполагает? То, что касается общего формата комплекса, и как раз того наследия, которое мы получаем, как раз от комплекса «Бумеранг», оно очень интересно, потому что мы получаем второй этаж, который имеет патронные окна на саму зону воды. И это очень удобно, потому что там мы планируем сделать кафе. И это кафе позволит наблюдать за процессом тренировки, не вмешиваясь в этот процесс тренировки. Он всегда очень напрягает и тренировок, и отвлекает детей от самого процесса. А здесь мама, ну то есть практически ни в одном бассейне, да, ни в одном бассейне нет возможности видеть, что делает ребенок в то время, когда он находится в руках тренера. Здесь они, любой родитель может спокойно проконтролировать это, то есть видеть, что ребенок, как он прогрессирует, что он выполняет, выполняет ли он какие-то задания или не выполняет. Не мешает тренеру при том. При этом, да, он абсолютно не мешает тренеру. И находясь в абсолютно комфортной среде. Еще один момент у нас есть, то есть мы как бы думаем о том, что вот нас будут посещать, например, там и пенсионеры, бабушки, то есть и дети. Для этого у нас будет отдельная чаша джакузи, тоже из нержавейки, которая будет включаться по необходимости, то есть любым клиентам. Он зашел, нажал кнопочку, и она еще с более высоким температурным режимом, то есть порядка 36 градусов, там человек может согреться, потому что, находясь в воде, человек постоянно теряет температуру. Но такие шикарные технологии, такие планы, доступны ли по ценовой политике? Будет это все? Цена посещения нашего бассейна, она находится в психологически доступном уровне. То есть одно посещение будет стоить порядка 350 рублей. Это академический час, 45 минут. Я считаю, что... Но мы добавляем к этому часу еще время, которое человек может провести в джакузи, в парилке. Бонусы такие, да? Ну это не бонусы. Не бонусы, он получил заряд, час, позанимался плаванием, и у него еще есть один час, чтобы пойти в баню, чтобы сходить в джакузи, расслабиться, никуда не торопиться. То есть это как раз дозировано, правильно расположенный подход к человеку. И эта стоимость, сказал, которая человек будет получать обучение, если свободное плавание, там цена может даже немножко варьироваться в сторону уменьшения. Ну, идет уже оборудование, да, приближается... Да, оборудование находится уже в Москве. Часть оборудования уже находится в Москве. Часть оборудования отгружается в Австрию уже. Планируем, что до конца этого месяца пересечет границу. Мы планируем, что 1 октября мы откроем бассейн. Уже у нас в графиках наших мы в них укладываемся. Так что всех ждем... Ну, давайте пригласим гаража, да? Нет, да, я вот приглашаю всех жителей города посетить наш бассейн, записаться в наши группы. Тем более, что дефицит воды огромный на сегодняшний день. И это касается не только Магнитогорска, а вообще России. И то, что в Магнитогорске появляется дополнительный бассейн, это очень хорошо. Количество групп ограничено, поэтому, господа, старайтесь записаться, звоните по телефону, записывайте детей. Ну, я думаю, что большинство родителей осенью уже придут к вам, чтобы провести время с пользователем. Да, но мы приглашаем именно не то, потому что в основном родители задумываются о том, когда пойти впервые в бассейн. Это когда ребенок достигает возраста первого класса. Мы приглашаем и до первого класса, и мы приглашаем детей, которые уже, допустим, учатся в третьих, в пятых классах, в любом возрасте. Потому что навык уметь правильно дышать и двигаться в воде, это вот именно главные вещи, которые мы продвигаем. Это очень важно. Эфирное время, потому что он к концу уже. Спасибо вам большое. Хочется все-таки, чтобы проект этот состоялся, он свежно состоялся, и чтобы процветал. Спасибо большое за эфир. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова